Записывается встреча, которая состоялась 11 мая, да, две группы, и дистанционная, и одаренная, по поводу проведения работ, связанных и с научно-исследовательской работой, и с педагогической практикой в конце второго семестра первого курса. И обсуждаем мы, как мы будем проводить эту работу, поскольку она тянется у нас два месяца, сначала с конца апреля, можно сказать, по конец июня, и является довольно сложной. В рамках этой работы мы выполняем несколько заданий, и как раз календарный план и содержание этих заданий является предметом обсуждения в рамках сегодняшней нашей встречи. Не единственной, и не первой, и не последней. И, значит, вот девушки, магистрантки, мы тут уже полчаса в коллективе руководителей обсуждаем, значит, как нам эту работу выстроить, так, чтобы, с одной стороны, календарный график этой работы совпадал с учебным планом, а, с другой стороны, чтобы мы выполнили в рамках этой работы все то, что хотели бы и от себя, и от вас получить с пользой и для нашего учебного процесса, и для страны в целом, учитывая сегодняшнюю ситуацию. И у нас есть определенные такие чисто формальные сложности, связанные с тем, что не все в порядке пока что с отражением нашего учебного процесса в наших формальных календарных планах, особенно в электронной составляющей. Но это не должно вас особенно волновать. Вот мы будем сегодня обсуждать немножечко и содержательно, и календарно то, что мы планируем сделать в ближайший месяц, а особенно в ближайшую даже неделю-полторы, то есть до окончания мая месяца. Вот это особенно детально. И я думаю, что вот теперь после того, как я тут пару слов сказал, инициатива перехватит люди, которые лучше меня понимают конкретно, что надо делать в эти буквально ближайшие эти самые дни. Так, Елена Витальевна, вы давайте. Хорошо, да. Если нужно будет, потом Катерина Алексеевна и Людмила Константиновна добавят. Значит, я, во-первых, хотела сказать, еще раз подчеркнуть для вновь пришедших, и поскольку мы делаем запись для тех, кто не смог сегодня подключиться, то имейте в виду, что и вы потом можете это пересмотреть, если что-то забылось или не очень понятно, может быть, было. Значит, первое, что я хочу сказать, еще раз подчеркнуть. Значит, и в той, и в другой программе конец учебного года завершается тем, что в учебном плане есть два вида работ. Один называется научно-исследовательская работа, и обычно больший акцент там делается на работу по своему исследованию. И второй вид работ в учебном плане — это производственная практика. Видов практик у нас несколько. В этом семестре практика педагогическая. Здесь нужно осознать всем один очень важный момент, что если все другие аттестации, я имею в виду по учебным дисциплинам, они пересдаются, то практики не пересдаются. Если вы по каким-то причинам не смогли, значит, что-то выполнить и, значит, получить оценку по практике, то считайте, что это катастрофа, потому что, ну, это уже вот не восстанавливается, и никакие документы не позволяют в университете, я имею в виду, практику проходить заново там и так далее. То есть нужно отнестись к этой работе очень серьезно. Ну, это вот такой формальный момент. Теперь содержательно. Ну, поскольку мы оказались вот в таких новых условиях работы, то мы для себя, преподаватели, и, соответственно, вас ставим в такие же условия, мы для себя, условно говоря, содержательно не делим эти два вида учебной работы, ну, как отдельные виды. То есть, как сказал Андрей Андреевич вначале, да, вот нужно иметь в виду, что сейчас мы два месяца работаем так, как удобно в связи вот с этими новыми условиями. Потому что, если смотреть и строго соблюдать учебные планы, то там есть определенная последовательность. Начало практика, потом научно-исследовательская работа или наоборот. Но жизнь поправляет вот все формальные документы, и поэтому мы будем иметь это в виду. Теперь непосредственно, как это будет организовано, здесь нужно понимать, что вы работаете через среду Moodle, мы встречаемся с вами в Zoom для обсуждения тех или иных вопросов. Мы не будем делать это очень часто, но, тем не менее, встречи такие должны состояться. И еще один момент организационный важный – это, что обе программы идут примерно одним курсом. То есть, вы выполняете задания очень сходные, во всяком случае, в рамках педагогической практики. Теперь, в рамках педагогической практики, вот мы приняли такое решение, то есть для нас с формальной точки зрения, оценка для вас будет выставляться по двум заданиям. Оба эти задания, они носят такой исследовательский или аналитический, если хотите, характер. Одно задание – это исследование нового опыта, который приобретают педагоги, работая в рамках дистанционного обучения и вот этой новой образовательной реальности. И второе задание связано с анализом лучших практик, которые сложились уже в рамках этого опыта. Вот за эти два задания по педагогической практике вы будете получать оценку. То есть, вы сдаете отчетность, ну, как вот предложено будет в заданиях в среде Moodle, и, соответственно, за них вы будете получать оценку. Оценка по практике, все, наверное, помнят, да, это оценка дифференцированная. Значит, теперь какие два задания. Одно вы уже начали выполнять, и оно состоит, как мы говорили, из трех шагов. Для удобства, то есть это единое задание, но для удобства расположения в среде Moodle, мы будем его структурировать как три отдельных последовательных задания. Но каждый раз в каждой теме мы будем об этом отдельно, ну, говорить и писать. То есть это просто для удобства вот технического, потому что там ведется учет, учет баллов, и поэтому так удобно сделать. Первую часть задания, я честно говорю, я лично не смотрела. Я знаю, что Екатерина Алексеевна смотрела уже. Не знаю, все ли вы сегодня уже прикрепили то, что должны были прикрепить к четвергу в Moodle. Это ваши небольшие эссе по анализу этого опыта. Но надеемся, что это уже сделано. Что будет происходить дальше? Дальше мы дадим вам доступ ко всем эссе. Если я правильно поняла, Екатерина Алексеевна, мы снимем фамилии, да? Это верно, да, чтобы не было никаких недоразумений. То есть у вас будет возможность, то есть это не обязательно, но это полезно. У вас будет возможность ознакомиться со всеми эссе, которые будут сданы. Единственное, что мы, да, уберем имена, чтобы это все-таки выглядело корректно достаточно. Ваша задача будет, мы вас насильно объединим в группы через Moodle, группы из трех-четырех человек. И к понедельнику каждая такая группа маленькая должна будет предложить на основании своих собственных взглядов и прочитанных материалов, своего личного опыта, должна будет предложить вопросы для анкеты, на которые должны будут ответить потом педагоги. Значит, ваша задача будет в каждой группе в логике, в той же, в какой вы писали эссе, то есть проблемы, дефициты, новый опыт. Такие же блоки сохранятся и в вашей предложенной анкете. То есть три блока как минимум. Если вы посчитаете необходимым предложить еще дополнительные блоки, ну, you are welcome, да, пожалуйста, предлагайте, но три обязательных. В каждом из этих блоков вы предложите по три вопроса. Анкета эта будет вся закрытого типа, потому что понятно, что сейчас люди писать никакие тексты не будут. То есть спасибо им будет, великая благодарность, если они нам хотя бы поставят галочки, да, отвечая на вопросы. Поэтому такими полноценными должны быть варианты ответов, должны быть, ну, я бы сказала, очень, может быть, даже избыточными где-то, ну, чтобы у людей была больше возможности выбора. Вот, и это задание должно быть выполнено к понедельнику, потому что дальше мы берем на себя обязательства, группа преподавателей, обработать уже эти ваши варианты, и 20 мая мы для себя поставили такой срок, мы делаем готовый вариант анкеты, чтобы 21 мая с утра она у вас уже была привешена в мудле в виде ссылки, которую вы можете уже потом рассылать своим коллегам, друзьям, кому посчитаете нужным и важным, ну, то есть максимально веером, да, чтобы нам собрать информацию. И вы будете просить людей сделать это в течение максимум пяти дней. Таким образом, примерно к 25-26 мая мы можем уже из Google Form снять уже данные, которые можно будет обрабатывать. Ну, и получите последнее задание, это, ну, вот анализ этих данных на предмет, ну, я думаю, что мы потом еще структурируем, да, более точно, каким образом вот вы проанализируете полученные данные. Это первое задание в рамках практики. Второе задание, за которое вы вот в сумме будете получать оценку по предпрактике, это анализ лучшего опыта вот уже по дистанционному образованию. Здесь вы получите ссылку на записи, на материалы московского международного салона по образованию. Там две ссылки, по-моему, один на салон, а второй там еще куда-то. На Рэш, господи, Рэш, да? На Рэш, по-моему, да. Да, вот, и там задание структурировано, но это мы немножко отнесем уже, то есть первое мы выполняем все последовательно. Первое это у нас, это задание, которое по исследованию, анализ платформ идет дальше, это вот он закончится, видимо, на первой неделе июня. Одновременно с этим мы выложим задание, которое планировали вот на этот период работы. Он связан с анализом опыта исследовательского кафедры педагогики, которое теперь вот стало институтом педагогики. И это тоже мы рассматриваем для себя как очень важное и интересное задание. На самом деле для нас это тоже проба. Вы студенты, и вы в том числе такого рода работы уже выполняли. Вот мы разговаривали с Андреем Андреевичем, он говорил о том, что такое задание вы выполняли в рамках курса, как он называется, Андрей Андреевич, ваш? Ну, неважно, важно. Сейчас я хотел бы понять. Так, ребята, вы поняли, что мы перешли от второго задания к третьему заданию уже? Сейчас разговор идет про третье задание. А то это самое, у них может сложиться... Я не сказала, да, извините. Что мы с Рэшем из этой самой... Как это второе? С платформы... Салон образования. Да, салон образования. Это вы там смотрите на лучший опыт и пытаетесь его описать. А дальше вот идет третье задание, связанное с историей кафедры, нашей кафедры, педагогики с 20-х годов прошлого века и с теми, значит, великими людьми, которые на ней работали. И с попыткой, значит, вот... И вот Елена Витальевна упомянула о том, что вы подобную работу делали в рамках того курса, который мы с вами проходили, вот этой самой информационной технологии профессиональной деятельности, там, где есть такое задание сделать аналитическую справку или досье на ученого. Вот примерно по этому, примерно по этому сценарию и пойдет разговор про третье задание. Так, Елена Витальевна, продолжайте. Спасибо. Вот. Примерно по этому сценарию, но с более серьезным и статусным результатом. Мы решили сделать следующее. Хотим, чтобы продукты вашей деятельности превратились в информационные материалы Википедии. То есть, ну, как вы понимаете, это повышает ответственность, да? И, соответственно, то здесь мы тоже, да, будем делиться на группы. На группы, скорее всего, по интересам. Ну, это уже такое более, ну, отдаленное задание, поэтому сегодня в целом только вот по сути, да? Да, значит, мы предложим список, очевидно, да, Андрей Андреевич, персоналей, из которых можно будет выбрать и вот объединиться в группы уже, ну, наверное, ненасильственным путем. Да, как мы делаем. Да, ну, у нас все демократически, да. В рамках, ну, не все, не все. Сейчас исследования мы так не очень демократично проводим, да? Ну, во всяком случае, на группы вас будем делить сами. Ну, все демократы сталинского типа, да. А, ну, да. Значит, соответственно, вы все-таки сможете выбрать персональю, да? И вот нам нужно будет всем очень подумать. Ну, вот уже наши академические консультанты первую работу провели там по Википедии, посмотрели как что. Но из того, что я, во всяком случае, прочитала по итогам их работы, мне, например, неясны, неясны некоторые технические подробности, то есть там, ну, условно говоря, если, как оформляется сама страница, там, ну, разные же есть способы. Это же должен быть не просто текст, картинки отдельно, не отдельно, но это отдельная история. Там в Википедии сама многие вещи оформляют. Да, которые еще вот предстоит. Ну, просто чтобы вы сегодня представляли. Ну, и закончится наша с вами этот двухмесячный марафон определенными заданиями по, ну, поскольку дальше по учебному плану у вас идет работа над диссертацией. Вот, соответственно, вот к работе над диссертацией там тоже есть свои задания, ну, такие вводного, скажем, характера, то есть когда вы должны будете определиться, все-таки уточнить для себя фокус исследования, там, определиться с ключевыми источниками, да, и чтобы уйти на каникулы с пониманием того, что нужно сделать для первой главы диссертации. Так, у меня все. Так, ну вот, там, Людмила Константиновна, Екатерина, Екатерина, как там? Екатерина. Екатерина. Так, что-то добавят? А добавить мы можем то, что если вдруг студенты что-то сейчас не поняли, еще раз правильно, можно посмотреть видеозапись, и все материалы шаг за шагом будут прикладываться в Moodle. То есть в Moodle студенты все увидят, к какому сроку, какое задание нужно выполнять. Всем спасибо. Если больше никаких вопросов нет, то всем спасибо и удачи. Все, рады видеть всех здоровыми и улыбающимися. Ищимися. Спасибо спасибо. Спасибо.